Всех приветствую! В этом коротком видео хотел бы напомнить вам про два способа, которые используются на гитаре для того, чтобы менять позиции без шумов, без скрипов, без скрежетов и так далее. Значит, первый способ это через, так называемый, суперудар. Этот термин неофициальный, я его придумал сам, использую среди своих учеников, потому что просто, ну как это еще назвать? Например, вот мы играем квинту, ну пусть будет от ноты до, потом удар по шестой, и квинта от ноты соль, допустим. Как видите, я перемещаюсь не так, и не с фонящими струнами, а делаю особенный удар по шестой струне, вот такой вот. То есть, я еще использую дополнительно мизинец слегка подключенный, потому что здесь есть такая вот небольшая ложбиночка, вот она, и в эту ложбинку может коварно попадать вторая струна и фонить. Например, вот. Соответственно, чтобы этого не было, получается, делаю вот так вот удар, плюс добавляется подключенный мизинец. Тем самым я блокирую вообще все, вплоть до первой струны, и могу перемещаться куда угодно. Иногда этот удар, как таковой, есть по струне, иногда его нет. Например, может быть ситуация, когда мы заграли, что мы здесь закрыли правой рукой, переместились в другую позицию. У меня шнур, брак, видите, не обращать внимания. В общем, да, то есть, бывает ситуация, когда мы именно бьем по струне, а бывает какая-то просто именно глушка без непосредственно удара по струнам. Все, то есть, получается, все такие вещи, в которых есть какая-то пауза, или есть какая-то там педаль, нота, еще что-то, они будут делать именно через, так называемый, суперудар. То есть, более глубокий удар. Если, допустим, мы играем просто, не знаю, там, в одной позиции, то здесь, как видите, я не глушу, потому что для этого есть указательный палец. Потому что суперудар, в принципе, в плане исполнения он чуть-чуть труднее. То есть, требуется более глубокое погружение руки под воро дополнительный, скручивание мизинца и прочее. Поэтому используется только там, где он необходим. И второй способ соединения позиций без всяких скрипов, скрежетов, это тупо не отпускание позиций. Допустим, взять там ту же там квинту. Прямо себе бемоль, да? И делаем просто резкий слайд, примерно соль. То есть, не так, не так. Бывает такая партия, бывает партия... Здесь главный, можно сказать, секрет, это тотальная синхронизация между левой и правой рукой. Например, если мы сыграем так... То, что я показывал в видео про металл, там, и так далее. Такого, конечно, быть не должно, поэтому здесь нужно, чтобы работало хорошо правило маятника, то есть... Как видите, я сыграл, просчитываю вверх, и потом, бах, руки должны работать максимально синхронно. Тогда получается четко, без всякой возни, там, без скрежетов и прочего. Типичный косяк, это когда человек руку слегка приотпускает, левую, например. Вот. И пошел срабь. То есть, нам нужно вообще давление не ослаблять. И сильно помогает большой палец держать в одной позиции. Например, поставили его сюда, сейчас покажу, как это будет выглядеть сзади. И играем. Обычно этого хватает примерно где-то на том-полтора. Все, поэтому других способов тупо нету. Или это переброски по воздуху через суперудары, блокируя все тонкие струны. Или же это резкий слайдер. Все. И если вы это все нормально отработаете, у вас все будут переходы идти без скрипов, без срачей. Не нужно там ничего, звука чу чистить. К тому же, такие срачи, типа, их почистить невозможно. То есть, там будет вместе с нотой какая-то струна другая. Все, это уже бесполезно. Он как бы останется, но всегда придется просто переписывать. Поэтому так. В общем, еще раз спасибо за вашу поддержку. И всем до связи. Всем удачи. Пока.